Вопрос. Как освободиться от веры в приметы? На самом деле русский человек, наверное, каким бы он ни был, наверное, любой русский человек проходит этап веры в приметы. Это наследие нашего неуврачованного, не вытравленного, не отвергнутого до сих пор двоеверия. Все русские люди по природе своей вышли из двоеверия. То есть какое-то представление об языческом, не христианском, не божественном, а двойственном мире, о том, что есть какие-то силы, духи, существа, закономерности, которые действуют вот здесь. И надо это все учитывать и принимать во внимание. А есть Бог, которому тоже надо ходить, молиться и принимать во внимание, что Он есть каким-то образом, ублажая Его, принося жертву, чтобы Он случайно не разгневался на нас. В сущности и отношения с Богом могут быть построены по суеверному принципу. Но скажем, мы можем верить не только в то, что если мы вернулись, то будет несчастье, если не посмотреть в зеркало. Мы можем верить и в то, что если свечка упала, то значит Бог не принял молитву. Или если, скажем, мы плачем, то усопшему нашему будет плохо. Таких несуразных, суеверных примет, глупости и маразма, как называет это апостол Павел Бабьихбасин, Вот этого очень много в повседневной жизни, очень много в церкви. И способ от этого избавиться только один. Надо поверить Богу. Терпеливо, мужественно, твердо всегда выбирать веру. Ну вот, вышли мы из дома, забыли что-то, возвращаемся, мысль, ну вот теперь ничего не получится. Нет, это ангел-хранитель напомнил мне, чтобы я вернулся и забыл то, если бы я это узнал, когда пришел на встречу, вот тогда было бы плохо. Ангел-хранитель напомнил мне, и я вернулся, это хорошо, слава Богу, который обо мне заботится. Вот, сказал что-нибудь про себя, ну там, похвалился как-то, или еще что-то. Вот, не надо стучать по дереву, хотя похвала это плохо. Вот, ну что теперь сделаешь, похвалились. Господи, ну я же глупость сделал, прости меня, что я похвалился. Не сделай так, чтобы не было никаких последствий, не гневайся на меня. На самом деле я в глубине души всегда сознаю и словами исповедую, что ты творец и даритель всего благого. Упала свечка. Вот, мы говорим, ничего страшного, просто подсвечник такой. Бог не может не принимать молитву человека, об этом прямо сказано в Священном Писании. Он принимает всякого и грядущего ко Христу не отвергает. И так вот раз за разом, раз за разом мы находим помыслы, находим цитаты из Священного Писания, которые утверждают нас в вере, а не в суеверии. Просто поначалу нас мучает страх. Страх, что что-то идет не так, пойдет не так. Это и есть суеверие. Вера, она противоположна страху. Мы понимаем, что мы стоим перед Богом, который нас любит. Любит. И вот эту мысль надо постоянно приводить на память. Бог пришел, чтобы распяться за меня. Он любит меня. И стоит мне сейчас вспомнить об этом, помолиться об этом, как все наваждения, все страхи пропадут. Правда, для того, чтобы это работало, нужно научиться во всех обстоятельствах надеяться на Бог. Надеяться. Это тоже постепенная, твердая, мужественная, терпеливая работа нашего помысла. Но в том-то и дело, что помысл не находит в себе пищу по той простой причине, что мы не читаем Священное Писание. Если бы мы читали Псалтирь или Евангелие, или апостольские послания, нам было бы намного легче, мы постепенно врастали бы в мир веры, питались бы этим словесным молоком. Но в том-то и дело, что мы не питаемся. Мы голодные, мы веру ничем не кормим. Она как рахитный ребенок, как умирающий где-то от каких-то болезней малыш. Вот так выглядит наша вера. Мы питаем себя всем в этом мире, всеми другими вещами, которые разрушают веру. Но тем не менее знаем, что Бог есть. Понятно, что в результате этого мы не атеисты, чтобы спокойно относиться к приметам, но еще и не верующие, чтобы игнорировать их и верить в Бога. Поэтому мы становимся суеверными, как люди, вышедшие из атеизма, из материализма, но не пришедшие к Богу, не пришедшие в мир веры. Надо читать чаще, внимательнее и с интересом, пусть короткими фрагментами читать Священное Писание, и это постепенно пройдет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.